МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня. Новый фильм, который недавно буквально взорвал все сообщество игроков Counter-Strike. Теперь слушать музыку с MP3-плеерой, при этом никому не мешать, можно и без наушников. А также мы ждем вас в нашей школе киберспорта. Сегодня мы рассмотрим две нестандартные флешки и один дым на карте ДАС-2. И, конечно, сегодня вы станете свидетелями традиционного турнира в Бильбау, где встретились украинцы из А-Гейминг и бразильская команда НИБР. Представляем обзор киберспортивных новостей со всего мира. На ВЦГ в Южной Корее в полуфинал по Старкрафту в этом году не вышел ни один тиран. Зато вышли Зерг против Зерга и Протос против Протоса. Многие связывают такое положение вещей с плохой игрой главного претендента на полуфинал Тирана Флэша, который, напомним, проиграл в четвертьфинале Протосу Мюч. Две партии из трех. Самую красивую и уверенную игру на этом чемпионате демонстрирует Сторк, который в четвертьфинале одержал безоговорочную победу. 2-0 над Тираном Форж. Близгеймерс анонсировал новый турнир по Warcraft 3 Reign of House. Но событие могло не состояться или принять вид местечкового, если бы на него не съехались лучшие игроки по Reign of House. Особо стоит отметить тот факт, что в турнире примут участие такие опытные игроки, как HOT и THOO. На фоне повсеместной игры Warcraft TFT турнир в рамках Reign of House ожидает стать очень любопытным событием. Шведское противостояние на Extreme Masters 3 закончилось уверенной победой команды SK над коллективом Fnatic. 16-12 на карте D-Toscan и 16-5 на D-Train. Тем самым SK заработали себе место в основном раунде турнира. До этого победоносные шведы обыграли команды Blank и Begrip. Fnatic же снова отправляется в конец турнирной таблицы, где проведет повторный матч с командой Evil Zone. Neo Trill это фильм, который недавно буквально взорвал все сообщество игроков по Counter-Strike. Видео посвящено польскому киберспортсмену Neo, состоящему в основном составе сборной страны. Этот игрок очень много сделал для своей команды MIM и на данный момент является лучшим на КС-сцене. Стоит отметить, что сервер, на котором был размещен фильм, едва не прекратил свою работу из-за огромного количества желающих его посмотреть. Добро пожаловать в школу виртуального спорта. Сегодня мы рассмотрим две нестандартные флешки и один дым на карте Dust2. Первая флешка кидается при атаке террористов через зигзаг. Хелпа с Б прямо на ходу закручивает эту флеш, останавливая тем самым атаку. Граната кидается так. Вы бежите с зажатой флешкой, у арки резко поворачиваете мышь и приближаетесь к стене. Вы должны подкрутить флеш так, чтобы она меняла свою траекторию в воздухе. С помощью второй флешки вы можете ослепить Плент-Б и тупую нычку. Эта флеш выгоднее стандартной тем, что от нее сложнее отвернуться. Кидается эта граната на ходу об косяк двери. Флеш достаточно простая, но очень эффективная. Безопасное занятие центра на ДАС-2 требует сноровки. Чтобы не оказаться под перекрестным огнем, нужно задымить арест контртеррористов. Но как быть, если вас ждут уже в дереве? Дым с парапета, который задымляет вход СБ, это и есть нестандартное решение. На ходу под определенным углом через центр кидается пара дымов и центр ваш. Мы школа киберспорта. Учитесь на одни пятерки пока бесплатно. Разойдись! Смотрите далее. Недавно на рынке воздушных систем охлаждения для центрального процессора появился новый кулер. И, конечно, сегодня вы станете свидетелями традиционного турнира в Бильбао, где встретились украинцы из iGaming и бразильская команда MIBR. Представляем обзор киберспортивных девайсов. Теперь служить музыку с MP3-плеера и при этом никому не мешать можно и без наушников. Благодаря новой технологии, позволяющей контролировать распространение звука, плеер Т3 от компании Orbit Sound создает вокруг головы пользователя оболочку, благодаря которой музыку слышно только на одном определенном расстоянии. Имея такой девайс, можно навсегда забыть о скрученных в узел наушниках. Недавно на рынке воздушных систем охлаждения для центрального процессора появился новый кулер от компании XIGMATEC HDT-D1284. Кулер имеет топ-конструкцию, благодаря чему пропускает воздушный поток в сторону материнской платы. Новинка удобной установки и эксплуатации. Боковые трубы имеют специальный изгиб, позволяющий обойти расположенные рядом чипсеты. Компания Asus объявила о запуске новой серии видеокарт. Открыт модельный ряд был ускорителем с двухъядерным чипсетом на борту, построенным на основе графического адаптера AT Radeon HD4870X2 от AMD. В продажу пока поступило две конфигурации этого ускорителя. Обычный HTDI2G и разогнанный с приставкой ТОП в названии. Объем видеопамяти адаптера составляет 2 гигабайта DDR5. Представляем новую беспроводную лазерную мышь для ноутбуков Logitech V550 Nano. Благодаря технологии Clip&Go ее можно легко прикрепить к ноутбуку и переносить его с места на место. Мышь постоянно готова к работе. Ее нано-приемник Plug&Fog настолько мал, что его достаточно всего лишь один раз подключить к ноутбуку и больше не вспоминать о его существовании. В этой мыши применяется передовая беспроводная технология связи на частоте 2,4 ГГц. Logitech V550 Nano единственная беспроводная лазерная мышь, которая может работать от батарей до 18 месяцев. Здравствуйте, уважаемые любители киберспорта. Сегодня вам предстоит увидеть игру с традиционного турнира в Бильбао под названием Game Gun 2008. Команды из десятков разных стран приехали сюда, чтобы разыграть солидный призовой фонд в 22,5 тысячи евро. Один из таких коллективов украинцы Агейминг, за которых, конечно, грех не поболеть. Они добрались до финала сетки виннеров и встретятся там с бразильской командой МИБР. Состав команды АА Гейминг. Андрей Блейд Городенский, 22 года. Юрий Страйк Терещенко, 22 года. Алексей Хаус Кучеров, 20 лет. Сергей Старыкс Ищук, 21 год. Дмитрий Хуч Богданов, 21 год. Эта команда входит в тройку сильнейших команд СНГ и показывает стабильную игру на протяжении нескольких лет. Ребята не раз занимали призовые места на международных соревнованиях, но громких побед не было. Может, на этот раз им удастся взять первое место. Состав команды МИБР. Бруно Бит Лима, 22 года. Олаф Ки Наполеро, 19 лет. Веллингтон Тон Карузо, 22 года. Норберто Ланс Лейк, 18 лет. Тьяго Батата Монтейро, 19 лет. Команда Мэйтон Бразил входит в пятерку сильнейший команд мира и показывает очень красивую игру на протяжении нескольких лет. На ее счету несколько громких побед мирового масштаба и лидерство в своей стране на протяжении более трех лет. Итак, решающая схватка состоится на карте Де Инферно. Бразильцы начинают за оборону, украинцы соответственно за атаку. Первый раунд. Мибр нестандарта распределяется по карте. Тон один занимает Б Плант, а четверо его тиммейтов холдят на А. Украинцы не торопятся с атакой и проверяют карту постепенно. В итоге А Гейминг решает атаковать Б. Хуч и Блейд занимают ребра, а трое оставшихся бегут на Б через Банан. Хуч пробегает через зелень на Б, а Блейд убивает на двадцатки бразильца и тоже оттягивается на Б. Тон, охраняющий плен Б, смог убить только Хуча. Украинцы ставят бомбу и с легкостью убивают оставшихся бразильцев. А Гейминг играют и первую половину по тактике холд с чеканем после атака. Но бразильцы держали точки закрыто, что не давало украинцам шансов взять ни одного раунда. Итог. Первая половина со счетом 12-3 в пользу МИБР. Первый раунд второй половины. В первом раунде МИБР выпадает рез под Б и они делают раш. А Гейминг в свою очередь тоже не растерялись и решили отдать плент, а после отбить. Старекс и Хуч забегают через Банан, а трое остальных через Респ. На Банане происходит размен. Тон убивает Хуча, но сам погибает от пуль Старекса. Оставшиеся четверо украинцев отвоевывают план без потерь, не давая шансов бразильцам. Третий раунд. Счет 2-0 в пользу А-Гейминг. У МИБР закуп. В самом начале раунда Хуч с АВП убивает в яме Тона. Дальше бразильцы не торопятся атаковать и медленно подтягиваются к А-Планту. После нескольких флешек атакуют через двадцатку. Бразильцы сносят всю украинскую оборону и в итоге остается только Хуч с АВП. Он пытается обмануть МИБР и обезвредить бомбу, но ему не хватает одной секунды и бомба взрывается. Счет 2-1. Соперники берут еще по раунду и общий счет становится 14-6 в пользу МИБР. МИБР больше не отдаются по одному в начале раунда. Они холдят чуть меньше минуты, простреливая и закидывая гранатами возможное местонахождение противника. Далее подтягиваются к А-Пленту и рашат двадцатку после откидки двух флешей на большие пески. Бросаются два дыма на сотню и на сам бомб-плейс. После нескольких разменов устанавливается бомба, но пришедший хуч рушит все планы бразильцев, убивая Ола в планте и Батата в больших песках. Оставшийся в живых последний бразилец Ланс не смог сдержать натиск троих украинцев. А-Гейминг берут еще два раунда и счет становится 14-9. Бразильцы понимают, что им нужно собраться и немного дожать противника. Они два раза атакуют Плент-Б и оба раза удачно. В результате счет становится 16-9 и бразильцы выигрывают этот матч. Смотрите в следующий раз. Самая интересная информация из мира киберспорта. Правильные девайсы для настоящих киберспортсменов. Новые уроки школы виртуального спорта. И, конечно, самое интересное новое состязание между киберспортсменами. Все это в следующий раз. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова